Вы любите черный чай? Как приготовить полезный и вкусный напиток? Какими полезными свойствами обладает и как используется для здоровья? Смотрите видео до конца и все узнаете! Черный чай, наверное, самый популярный напиток. Он употребляется в холодном и горячем виде. Используется с различными добавками – медом, малиной, молоком, имбирем, мятой и прочими. Оказывает тонизирующий и оздоравливающий эффект. Вы любите черный чай? В разных странах по-разному проходят чайные церемонии. По-русски – это чай из самовара, который растоплен шишками и угольками. Такой чай пахнет дымком и любим взрослыми и детьми. Однако, к сожалению, в настоящее время чаще используются чайные пакетики в виде заварки и электрический чайник для кипятка. Но все равно, этот напиток любят многие, потому что он утоляет жажду, улучшает настроение, повышает работоспособность. Как приготовить полезный и вкусный чай? Чтобы правильно заварить чай, заваривать чай лучше всего в фарфоровом чайнике. Перед употреблением надо обдать чайник изнутри кипятком. Это делается, чтобы очистить его от следов предыдущего использования. Насыпаем в заварку, берем из расчета 1 чайная ложка на чашку. Теперь надо заваривать. Для этого используется лучше всего бутилированная или родниковая вода, которая подогревается до первых пузырей. Заливаем водой заварной чайник на две трети, перебалтываем и затем доливаем, оставляя примерно 2 см до крышки. Чаю надо настояться 2-3 минуты. Можно разливать. Употреблять следует только свежий чай, в течение выстаивания или при повторной заварке, теряются все полезные качества. Так через час у чая остается только 10% полезных ингредиентов. Какими полезными свойствами обладает и как используется для здоровья? Чай – прекрасный напиток, содержащий витамины. А для здоровья глаз и кожи. С – важный антиоксидант. Д – для костей. ПП помогает при аллергических реакциях. П – стабилизирует сосуды. Б – помогает нервным клеткам. Еще чай содержит микроэлементы – железо, фтор, цинк, калий, йод и кальций. Также в нем присутствуют кофеин и танин. Все это определяет возможность применения чая не только с тонизирующей, но и с лечебной целью. Давайте перечислим хотя бы 11 возможностей его использования с оздоравливающей целью. 1. Чай применяется как согревающий напиток при ознобе, во время повышения температуры или после переохлаждения. 2. Чай используется как жаропонижающее средство. Для этой цели в чай добавляют мед или имбирь, а можно малиновое варенье. 3. Чай стимулирует организм, повышает быстроту реакции и настроения, уменьшает депрессию. 4. Стабилизирует уровень глюкозы в крови при сахарном диабете. 5. Способствует восстановлению поджелудочной железы после воспаления. 6. При добавлении молока хорошо снимает боль и изжогу при гастрите. 7. Регулирует стул. При употреблении с медом оказывает послабляющее действие, а просто черный чай за счет танина противостоит диареи. 8. Стимулирует работу почек, обладает мочегонным эффектом. 9. Нейтрализует и выводит токсины, улучшает метаболизм клеток. 10. Оказывает положительный эффект на кожу и волосы. 11. Улучшает состояние при токсикозе беременности, снимает тошноту и головную боль. Вот только некоторые положительные свойства, которые оказывает черный чай. Кому противопоказан чай? Его не следует пить, если имеются выраженные атеросклеротические изменения сосудов при глаукоме. В период лактации следует использовать только чай с молоком, а при высокой температуре пить его не горячим. Вот, пожалуй, все противопоказания. Оговорюсь, что разбавленный чай можно применять даже и в этих ситуациях, только пользы от него будет намного меньше, но просто как напиток подойдет. Напишите нам под этим видео, что вы думаете по этому поводу. А чтобы не пропустить новые познавательные ролики про здоровье и долголетие, подписывайтесь на наш канал. При нажатии на колокольчик не забудьте отметить, что хотите получать все уведомления. Здоровья вам и долголетия!